Новые технологии применяются не только для создания очередного смартфона, но и при строительстве. Под этим термином подразумеваются как сверхпрочные ткани для армирования, так и простые лайфхаки, облегчающие процесс строительства и ремонта. Именно о таких мы сегодня и поговорим, начиная от монтажной пены, способной поднять бетон и заканчивая полноценными домами из морских контейнеров. Альтернативные источники энергии – это не всегда дорого. Никто даже не догадывается, что лишь за несколько часов за сущей копейки можно соорудить солнечный коллектор из пластиковых бутылок, чтобы снабжать себя горячей водой весь теплый сезон. В этом вам помогут использованные пластиковые бутылки. Основным элементом нагревателя является адсорбер в виде медной пластины с трубкой или же это может быть сама трубка в более дешевом нагревателе. Пластина быстро разогревается под действием солнечных лучей, передавая тепло трубке и находящейся вне жидкости. Ускорить нагревание позволяют пластиковые бутылки, через которые хорошо проходят солнечные лучи. Выпуклая форма бутылок обеспечивает практически вертикальное проникновение лучей даже во время заката и рассвета, тем самым обеспечивая эффективность работы устройства как в утренние, так и в вечерние часы. Подобный солнечный коллектор вы с легкостью можете сделать своими руками, используя инструкции из интернета. Полилевел Для выравнивания бетонных плит, асфальта, плитки и других поверхностей на участке можно использовать монтажную пену Полилевел. Она предназначена не только для профессионального использования. С ее помощью можно выровнять проседающую зону на своем участке. В системе Полилевел используется современная полиуретановая пена высокой плотности, которая впрыскивается под проседающий бетон. После впрыскивания пена схватывается и затвердевает, тем самым поднимает бетон обратно на требующийся уровень. По своему основному принципу идея похожа на бурение грунта, когда бетонно-грязевая смесь впрыскивается под землю, чтобы поднять бетон. Однако система Полилевел представляет собой значительное усовершенствование этой широко используемой системы. Кроме того, не требуется использование бетона, что значительно упрощает ремонтные работы. Монтажная пена Полилевел невероятно плотная, поэтому может использоваться для выравнивания поверхностей с дальнейшим строительством. Wood Screen Door Защитить свой дом от комаров намного проще, чем вы думали. Вместо того, чтобы покупать неудобные, к тому же дорогие москитные сетки и приспособления, можно сделать москитную дверь своими руками. Для этого понадобится немного инструментов, деревянные бруски и сама сетка. И, конечно, час вашего времени. Перед тем, как начать изготовление двери, вымерите размеры проема. По этим размерам необходимо собрать раму. На этом этапе в ход идет ваша фантазия. Вы можете использовать столько дерева, сколько вам захочется. Когда готова деревянная рамка, то прикрепляем мебельным степлером москитную сетку. Это самая обычная сетка, которая используется для пластиковых окон. Ее можно приобрести на отрез по смешной цене. После этого остается самая малость – прикрутить ручки и установить дверь. Для этого используют стандартные дверные петли. На изготовлении такой двери уходит минимум времени и денег. Тем не менее, эффективность подобного творения на высоте. Декоратив брик Декоративные элементы в виде кирпичей привлекают внимание многих владельцев недвижимости. Однако цена на них и стоимость работы мастера немного смущает. В то же время использовать пластиковые накладки тоже не хочется. Есть выход – имитация кирпичной кладки с использованием штукатурки. Уверены, вы не раз наблюдали подобные дизайны, а их создание проще простого. Перед началом работ стены выравнивают, а с помощью липкой ленты создают очертания будущих кирпичей. Далее можно приступать к работе со штукатуркой. Главное в этом способе, что не обязательно уметь обращаться с этим материалом. Для правдоподобности поверхность не должна быть гладкой и идеально ровная, а совсем наоборот – иметь текстуру. Текстура создается простыми движениями. После нанесения штукатурки не стоит дожидаться ее полного высыхания. За свободные края ленту следует убрать и на этом этапе оставить декор в покое. Уже после застывания остается сгладить неровные края, пройтись по поверхности наждачной бумагой и даже покрасить при желании. Как видите, такой простой способ обеспечивает крутой результат. Шиппинг-контейнер-хом. Строительные лайфхаки и современные технологии добрались уже до строений в целом, а не только до их отдельных частей. Так в мире набирает популярность тренд постройки дома из морских контейнеров или даже одного. Дом из контейнера – это не только экономный способ создания комфортного, безопасного жилья, но и яркий пример тренда на экологичность. Автономность и энергоэффективность дома – залог его популярности в ближайшие годы. Преимущество подобных сооружений в скорости возведения. Собрать дом и сделать ремонт под ключ можно всего за три месяца. Кроме того, для такого дома не требуется фундамента, строительные процессы сведены к нулю. Главное, если применить немного фантазии, можно сделать очень крутой дом с шикарным экстерьером и интерьером. Подобный дом можно оборудовать всем необходимым для повседневной жизни. Однако контейнеры предназначены не только для частных домов, они успешно используются для строительства офисных зданий, магазинов и ресторанов. В 21 веке строительные технологии стремительно шагают вперед. Теперь для армирования стен, балок, перекрытий используют углеродную ткань. Звучит не сильно убедительно, не так ли? Однако углеволокно – это сверхпрочный и легкий материал, который давно используется в ракетостроении и самолетостроении. Но использовать его в строительстве начали не так давно. Этот материал позволяет усилить конструкции без использования арматуры, большого количества бетона, рабочих рук и тяжелой техники. Причем технические характеристики сооружения, в строительстве или ремонте которого использовалось углеволокно, не только уступают традиционным способам укрепления, но и превосходят их. Система внешнего армирования на основе углеволокна не утяжеляет конструкцию. Если говорить о сроках эксплуатации, то отремонтированное здание с легкостью простоит еще 50 лет. А построенное с нуля с использованием этой технологии гарантированно прослужит не менее 100. При этом никакие внешне агрессивные воздействия ему не будут страшны. Ставоблок Для строительства садовых ограждений без лишних денежных и временных затрат чешская компания Ставоблок создала специальные блоки. Они скрепляются между собой за счет своей необычной конструкции, при этом не требуют использования материалов наподобие бетона и других монтажных смесей. Блоки соединяются в прочную единую стену с пустотами внутри. Эти пустоты можно заполнить чебнем или грунтом, так называемыми анкерами для дополнительной устойчивости. Монтаж блоков занимает мало времени и не требует присутствия профессиональных мастеров. Эти блоки можно использовать не только для создания ограждений, но и для укрепления склонов на строительных участках. Если вам понравилась эта подборка, обязательно поставьте палец вверх. Ну а мы прощаемся с вами до следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok